Приветствую вас. Я думаю, что для начала вам нужно поплакать кому-то, поплакать в полной мере, просить боль, чтобы она вас несколько отпустила. А дальше увидите, как поступать. Я думаю, речь идет о том, чтобы отказаться от ребенка. Потому что одна вы его не сможете. Тащить, одна вы его не сможете содержать, а у одной у вас нет шанса это сделать. Есть, правда, конечно, отец ребенка. Но, как я понимаю, он участвует в воспитании не хочет и не будет, как я понял. Ну вот, исходя из ваших слов. Здесь, конечно, можно поставить вопрос относительно того, как именно вы оказались с таким мужчиной. который не хочет принимать участие в жизни ребенка. Но, я думаю, сейчас это не важно. Так вот, я не думаю, и вы, я думаю, тоже не думаете, что ребенку будет лучше, если он будет, типа, с вами, типа, с родителем, ну, типа, с родителем, которому бесконечно тяжело. и который, в общем-то, его ненавидит. А вы его возненавидите, если оставите ее, будете им, ну, условно говоря, там, тяготиться. Да. Вот. Вы его возненавидите. Поэтому, я не думаю, что ребенку будет лучше, как в атмосфере. Вот. Формально, конечно. Да. Формально. Формально. Он будет с вами. И формально, формально ему будет лучше. Вот. Ну, не знаю. Как мне кажется, понимать, что это только формально. Ну, вот. Мне, по крайней мере, так кажется. Ну, вот. Нужно понимать, что вы оба проиграете, если будете, если вы будете им тяготиться. Вот. Есть, конечно, у этого моральная и психологическая сторона вопрос. Не всякого сомнения. Например. Ваше отношение к ребенку. Ваша субъективная сторона выбора рожать. Выбора, ну, вы нашего ребенка заграла. В конце концов, вступать в связь с мужчиной. Я думаю, что здесь у вас так или иначе имеют место быть определенные надежды. Определенные ожидания. Ну, определенные, скажем так, концепции. Которые, которые вы, ну, вот, собственно, надеялись, а может быть и до сих пор надеялись реализовать. Вот. Ну, например. Например, стать полноценной, если из-за того, что вы страдаете, вы чувствуете себя хуже. Например. Например. Вот. Такой вариант вполне может быть. То есть нужно увидеть реальные ваши цели и реальные ваши мотивы. Делать то, что вы делаете. Вот. Увидеть свои практики, свои цели. То, что вам важно. Я имею в виду. Вот. И уже исходя из этого двигаться. В конце концов, даже если вы сейчас откажетесь от ребенка, но будете активно работать, то вы сможете его забрать в будущем. Вот. Например. Работать над собой, над взаимоотношением и отношением и взаимодействием с другими людьми. Вот. Если все это вы будете делать, то я думаю, что вы сможете добрать ребенка. И, в общем-то, дать ему все то, что ему нужно. Все то, что ему вы хотели бы дать. Но вы не могли. Вот. То есть очень важно думать не только о себе, да, но и о ребенке. И соревновать, что лучше для него. Вот. И из двух зол выбирать меньше. Меньше. Понятно. Понятно, что правильного ответа здесь нет и быть не может. И правильного решения здесь нет и быть не может. Это все понятно. Это все понятно. Но, тем не менее, брать, что это нужно. Вот. И мне кажется, что то чувство, которое сейчас возникает, скорее всего, это чувство стыда. Вот. Может быть, даже чувство ненависти к себе. Вот. Ну, может быть. Я не знаю. Может быть. Чувство ненависти к себе. Это ведь, что важно, пришло к вам не только сейчас. Это с вами было и раньше. Вот. Это было с вами. Наверное, всю жизнь. В какой-то степени мне кажется, вы всю свою жизнь подавляли свои чувства. Всю свою жизнь подавляли свои желания. Вот. И сейчас то, что вы делаете, это то же самое. Вы запрещаете себе чего-то хотеть. Вы требуете от себя приносить себя в жертву, не хотите приносить себя в жертву и ненавидите себя за это. Мне кажется, что вот в какой-то степени именно благодаря такому подходу вот к себе, возможно, к отношениям к другим людям, ваша ситуация и сложилась так. Да, не самым, мягко говоря, лучшим образом. Но если вы сделаете из этой ситуации выводы, если вы увидите в ней для себя ресурсы, увидите в ней для себя возможности, вот, то, на мой взгляд, ситуация будет только легче улучшаться. Для нас и, на мой взгляд, ситуация будет становиться лучше и лучше и лучше и лучше. Хотя, конечно, нам будет больно и боль здесь нормальная, ведь это ваш ребенок. Но, повторюсь, сейчас самое главное вам не быть обмылой. Вот. Самое главное сейчас вам заручиться поддержкой. Кого-то. Вот. Кого угодно. Вы говорите, что, например, очень одинокий человек, Кристина, но при этом, смотря на то, что человек в его роде как одинокий, на ребенку вы родили. Вот. Значит, и отец ребенка есть, значит, не совсем вы одинокий. Но если вы одинокий человек, то нужно вам заручиться поддержкой программ психолога-психотерапевта и, да, хотя бы с ним научиться устраивать отношения с людьми, чтобы, вот, не быть одинокой, да? Ну, то есть, как бы, все здесь взаимосвязано. Вот. То, что вы не подпускаете к себе близко людей, да? Вот. И то, что с другой стороны, вот, получается, такая ситуация. Говорят о том, что у вас есть некоторые трудности с границами, личными, личными границами, вот. То вы слишком закрыты, то вы, наоборот, слишком, наверное, все позволяете человеку, который, ну, этих компьютеров. Н Rugby, например. Да? Вот. Так что. Это тоже нужно корректировать. Потому что вам самое неудачное компет от того, что вы обман. Все мы так или иначе люди, вещества, социальные. На мой взгляд, нет ничего плохого в том, чтобы учиться налаживать связь с другими. Вот. Как-то так, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Пороюсь, боль важно прощевать все кем-то. И боль важно выражать кому-то, а не в одиночку. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok